добрый день уважаемые зрители и подписчики нашего канала меня зовут Игорь я эксперт по растениям какой бы красивый сад вы не создали но с наступлением вечера когда наступают сумерки ваш сад теряет всю свою привлекательность и красоту все деревья кустарники в темноте становятся какими-то бесформенными силуэтами но ведь красоту сада можно существенно продлить и вечером для этого нужно правильно сделать в нем освещение для многих из нас освещение сада сводится вот таким бесхитростным светильником на солнечных батареях но на самом деле возможностей для освещения сада существует огромное количество но давайте вначале разберемся какие виды освещения сада вообще бывают ну во-первых освещение в саду может быть функциональным то есть его главная задача обеспечить ваше безопасное передвижение по саду и исключить всевозможные падения и травмы каким образом это достигается для этого нужно устанавливать светильники которые исключают ослепление вас светом они исключительно должны подсвечивать тот путь по которому вы движетесь ну например есть специальные невысокие светильники высотой не более 1 метра сверху покрытая колпаком защитным которые освещают именно саму дорожку можно сделать подсветку лестниц террас каких-то обстраивая светильники прямо внутрь этих лестниц и террас ну а при входе в дом можно поставить высокие светильники трат торшеры где-то высотой 2-3 метра вот функциональное освещение действительно создана для того чтобы просто вы могли безопасно передвигаться по саду следующий вид освещения это так называемое охранное освещение обычно светильники для охранного освещения устанавливают по периметру территории и как правило там где есть камеры наблюдения причем очень часто такие светильники дополнительно комплектуются датчиками инфракрасными датчиками движения как только кто-то проходит мимо автоматически включается фонарь кто-то ушел моментально фонарь гаснет согласитесь когда такая система установлена соблазн проникнуть внутрь гораздо меньше есть еще один интересный вариант охранного освещения существуют системы которые позволяют автоматически заданными промежутками времени включать освещение в той или иной части сада создавая таким образом иллюзию присутствия хозяев еще один интересный вид освещения так называемый архитектурный он совмещает себе одновременно функции функционального освещения то есть позволяет ориентироваться на участке а с другой стороны несет еще и декоративные какие-то функции ну что такое архитектурное освещение это светильники установленные на постройках на ваших на ваших зданиях беседках террасах каких-то и установленные внутри них это могут быть настенные бра это могут быть прожектора которые подсвечивают фасад вашего дома или строения но точно также это могут быть и светильники расположены наверху скажем внутри террасы или беседки причем обязательно имейте ввиду что вот светильники которые вы устанавливаете в беседках террасах в зонах отдыха каких-то именно крытых архитектурных обязательно должны быть подвешены достаточно высоко и обладать достаточно ярким светом. Почему? Потому что именно в этих зонах отдыха очень часто приходится выполнять какую-то мелкую работу. Читать, вязать, заниматься рукоделием. Все это связано с напряжением глаз. Соответственно, освещение должно быть очень хорошее. Ну и, наконец, пожалуй, наиболее слабо используемое в наших садах освещение, это так называемое декоративное освещение сада. Когда с помощью специальных прожекторов, установленных в разных частях вашего сада, вы можете высветить те или иные отдельные элементы. Скажем, какое-то дерево, какой-то красивый кустарник, скульптуру, фонтан. Действительно, вот такое освещение способно вечером, ночью полностью преобразить ваш сад. Конечно, для того, чтобы создать красивое декоративное освещение в саду, вы можете позвать специалиста. Но можете сделать это сами. Для этого выйдите ночью или поздно вечером в свой сад с хорошим мощным фонариком. Выйдите вдвоем, поставьте фонарик в одном месте, в другом, осветите то или иное растение, ту или иную группу растений. Вы поймете, что вы хотите получить. Это действительно очень эффективный прием для того, чтобы спланировать освещение сада. Также не забывайте, что можно поиграть с цветом. Если вы обычным нашим белым светом осветите растения, они будут выглядеть очень натурально. Но ведь их можно осветить еще и какими-то цветами, зеленым, синим, красным. Можно сочетать эти цвета, скажем, водоем с фонтанчиком. Если вы осветите несколькими оттенками, струящаяся вода будет просто потрясающе смотреться. А скажем, ваш газон, освещенный зелеными лампами, вечером будет смотреться вообще потрясающим изумрудным цветом. Ну и, конечно, как отдельная часть декоративного освещения, можно вспомнить так называемое праздничное освещение. Его используют один-два раза в году. Новый год, скажем, чьи-то день рождения. Для этого можно использовать гирлянды, ленты дюралайта какие-то, китайские фонарики, плавающие светильники сейчас появились. В общем, действительно, возможности осветить сад сейчас в вечернее время появилось огромное количество. Но пора, пожалуй, и вспомнить о технической стороне вопроса. Ну, во-первых, используйте только специальные уличные светильники и осветительные приборы. Они должны быть морозостойкими, они должны быть устойчивы к коррозии и ни в коем случае внутрь не должна попадать влага. Они должны быть герметически закрыты, иметь специальные прокладки. Если в этих светильниках используются лампы накаливания или галогеновые лампы, 95% мощности которых тратится на нагрев, естественно, расстояние от растения должно быть не менее полутора метров, чтобы растение не получило ожога от этих ламп. Естественно, если вы собираетесь использовать в своем саду для освещения светильники, рассчитанные на напряжение 220 вольт, для их монтирования лучше позвать специалистов, которые сделают это профессионально. Это все-таки небезопасно. Самостоятельно вы можете использовать светильники, которые рассчитаны на 12 вольт или широко распространенные сейчас аккумуляторные светильники, полностью автономные. Кстати сказать, производители обещают, что хватит свечения таких светильников на 60 часов. Вообще, надо сказать, что правильно устроенная подсветка в саду это сочетание и пользы, и красоты. И вот создать это действительно настоящее искусство. Ну, а я с вами сегодня на этом прощаюсь. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал и побольше вам вдохновения и творчества.